Всем привет! У нас очередная встреча на тему архитектура и язык Ассэмбля Риск-5. И сегодня наша тема несколько. Мы чуть-чуть заходим в сторону. Ну как в сторону? В сторону мы, конечно же, не заходим, ибо спецификация математического сопроцессора, о котором мы будем говорить сегодня, разумеется, включена. Это одно из расширений Риск-5. Я не помню, какое у него имя. Подозреваю, что F. Которая, собственно, предназначена для того, чтобы в вашей архитектуре можно было работать с какими-то смоделированными вещественными числями. Я хочу сразу напомнить такую вещь, которую я, кажется, на всех своих курсах говорю, независимо от того, про что курс, что никаких вещественных чисел не существует. Мы не можем хранить вещественное число. Да? Значит, если мы знаем, что какое число больше, π или e. Пи больше. А если задумно перед написать, какое число будет больше. Вот. Да? Мы не можем хранить вещественные числа, даже такие известные, как π и e, потому что они непредставимы в смоделированном виде. Мы можем, вернее так, они целиком непредставимы. Мы можем смоделировать вещественные числа и, вообще говоря, фактически получить рациональную модель с помощью рационального числа. Да? На самом-то деле числа, с которыми мы работаем, они просто рациональны. Вот. Что мы можем сделать? Есть два способа представить... Есть два способа представить вещественные числа в некоторой модели, вот, в записи, как мы их руками записываем. Это то, что называется способ с фиксированной точкой. Да? Или способ с плавающей точкой, когда мы записываем число в виде мантисы и порядка. Вот. И тот, и другой способ, вообще говоря, пригодны для такого рода моделирования и хранения в ячейке компьютера. Вот. Например, способ с плавающей точкой, с фиксированной точкой, вот такой, довольно часто используется, когда вам нужно хранить значение, ну, не знаю, там, каких-то вещей, типа оборота вентилятора, что-нибудь такое. То есть, каких-то чисел из заранее известных диапазонов, где левая часть, количество, значит, цифр в целой части будет известно заранее. Вентилятор не может крутиться быстрее, чем со скоростью звука. Вот. Даже медленнее. Вот. И какая-то точность справа, которая остается. То есть, фактически, у вас в ячейке лежит один байдер, одно машинное слово, вы говорите, вот эти биты соответствуют, целой части вот эти биты соответствуют вещественной части, вот вам способ хранения числа, который записывается в сфиксированной точке. Что же касается хранения числа с плавающей точки, то оно так и хранится в виде мантисы и порядка. Ну, вот здесь я забыл заменить запятые на точечки. Зачем-то. Ну, хотя пытался. Вот. Может быть, нам с вами не надо напоминать, что в компьютерной записи это будет выглядеть примерно вот так. Мантисы, е-порядок, иногда там можно ставить, ну, и можно ставить знак. Более того, в отличие от целочисленной записи, именно запись в формате с плавающей точки может быть для одного и того же числа разной. Вот это, например, два числа, если мне не изменяет наблюдательность природная, одинаковые. Одинаковые, потому что здесь мантисы порядок у нас 0, а здесь у нас порядок 2, но зато мантисы сдвинуты направо. Значит, если мы договорились хранить такие числа, наверное, надо выбрать какой-то один формат и относительно него договориться. Надо, опять-таки, вспомнить, что в современных компьютерах в большинстве подавляющем числа хранятся, конечно, не в десятичном виде, а в двоичном. Поэтому даже когда мы говорим, что у нас есть столько-то знаков после запятой, это знаки двоичные, а не десятичные. С довольно интересными последствиями, о которых чуть ниже. В действительности получается так, что для хранения вещественных чисел, точнее, модели вещественных чисел, нужно придумать какую-то договоренность. Вот тут, значит, пришел сокращенец и сразу говорит, а знаете, у вас в вашем линуксе, прямо в линуксе есть место, где числа хранятся в формате с фиксированной точкой. Сис-класс термал. Сейчас, вот просто хочется сокращенцу показать вот эту штуку. Давайте на нее посмотрим. Что там? Температура, да? Нет. Это надо из-под рута смотреть. О! Вот видите это число? Это на самом деле 60 градусов и 0,50 этих самых, тысячных. Очевидно, что больше 100 градусов процессор разогреваться не должен, иначе с ним будет нехорошо. Очевидно, что ниже нуля он тоже вряд ли упадет. Вот вам, пожалуйста, классический пример, когда нужно и само представление с фиксированной точки годится, ну и хранение с фиксированной точкой тоже годится. Причем обратите внимание, что хранится какое-то такое число, в котором, если мы поставим вот здесь вот точечку, окажется 60 градусов, ну или, если хотите, это 60 этих самых микроградусов, да? 60 тысяч 0,50 микроградусов. Такие дела. Ладно, вернемся к нашим проблемам. Наши проблемы называются ИЕ-754. ИЕ-754 довольно давно разработанный стандарт хранения вещественных чисел, точнее, моделей вещественных чисел в виде двоичного числа с плавающей точкой. Вот. Ну тут, опять же, это следы от того, когда этот курс был частью курса для первого семестра, для второго семестра первокурсников. Тут, видите, еще раз рассказывается, как выглядит двоичное число, вещественное двоичное число с точкой. Ну, короче, мы это так все знаем. Вот. Соответственно, в действительности Мантисса у нас вот такого размера, да? Это число между единицей и двумя, то бишь 10 в двоичной записи. В двоичной записи это будет 10. А порядок, соответственно, у нас получается то, что там 7, да? На 2 в степени 7. Вот. Если мы собираемся это все хранить в одной ячейке, то надо, значит, где-то хранить Мантису, где-то хранить порядок, а еще где-то хранить знак, и со знаком будут проблемы. Некоторые, небольшие. Проблема со знаком состоит в том, что... Помните, мы когда говорили про то, что вот мы храним какие-то короткие целые в ячейке, таким образом, чтобы знаковый бит всегда был 31. Вот. Для вещественных чисел это все равно не работает. Никакого дополнительного кода в вещественных числах не используется по причине того, что невозможно получить из, значит, вот такого представления путем замены адекватных ноликов на единичке число отрицательное. Поэтому в Е754 примерно так придумано, что старший бит действительно знаковый, и действительно, если он 0, то число положительное, а если он единичка, то число отрицательное. Но дальше хранится, собственно, модуль. Никакого дополнительного кода, просто модуль этого числа. Если здесь 0, значит, это число положительное, а если единичка, то отрицательное. Значит, если у нас 32 разряда, то первые, сколько там получаются, 8 битов, это порядок. Оставшиеся 23 бита, это мантис. Все. Вот. Единственное, что порядок у нас смещенный, в том смысле, что, ну, поскольку это сколько там, 8 битов, значит, от 0 до чего там получается, 255 включительно, да, 8 битов. Мы добавляем туда, видимо, 127 или 128. 127. Вот. И получаем, что если, например, здесь написаны все нули, то это самый наименьший возможный порядок, то есть на 2 в минус 127 степени. Вот. А если все единицы, то наибольший возможный порядок. Вот. Зачем это нужно? Косвенное следствие, зачем это нужно, будет позже. Ну, в общем, вот так мы договорились. То есть в результате у нас получается некое число, из которого надо вычесть еще сколько там, 127? Я все время забываю. Да, 127. И тогда мы, собственно, получим настоящий порядок. Вот. Получается, что... А, да, все, вот тут есть объяснение, зачем это нужно. Представьте себе, что у нас есть какой-то очень страшный числогрыз, в котором очень много этих байтиков, вот, он может число представить, например, в виде целого числа, вот, просто сдвинутого на нужный порядок, в нужное количество сторон. Да? Тогда вот это вот, 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 вот это вот и будет тот порядок, на который надо будет сдвигать. То есть, вот, если он вон там, это очень маленькое число, сильно ниже нуля, да, если он вон там, значит, мы его сдвинули, большое число. Вот. Так что, возможно, дело в этом. Да? Мы сдвигаем либо на 0, либо на 1, на 2, на 3, ну и так далее. Стоит сразу же заметить, что 32-битное представление, с которым мы здесь работаем, оно очень-очень-очень маленькое, 32, 23 бита на Мантису, и это там, ну, реально очень мало десятичных знаков, штук 6, вот, если не меньше, штук 5. И тут, значит, инженеры соврал. 7 десятичных знаков. И тут, значит, инженеры, которые разрабатывали этот стандарт, начали идти на мелкие хитрости. Мелкие эти хитрости состоят в том, что если число достаточно большое, то есть оно, у него, значит, его можно представить в виде Мантисы и порядка, и в этой Мантисе, она, эта Мантиса больше единицы, то она хранится в так называемом нормализованном виде, и эта единица, вот эта единица, не хранится вообще. Сейчас, давайте тут пример. Вот. Вот большое число, да? И вот это число 155, 625, у него, вот тут вначале стоит единичка, а она не хранится вообще. Зачем? Мы и так знаем, что число большое, мы приписываем вот к этому, к этой ячейке еще сюда одну единичку, и вот это и есть наше число. В чем смысл такого? Ну, вообще говоря, мы можем в два раза больше число записать, да, и у нас еще один разряд, единичка приписан. Исключение составляют только очень маленькие числа. Такие числа, у которых Мантисы не может быть представлены, в смысле, такие числа, которые при попытке их записать в стандарте Е754, уже нельзя их засунуть в эту ячейку, потому что здесь будет наименьший возможный порядок, и Мантиса начнет быть маленькой, она не будет начинаться с единиц. Ну и окей, если число настолько маленькое, давайте назовем этот формат представления денормализованным, и будем хранить эту единицу. Получается, что мы как-то слегка в два раза расширили диапазон, который может храниться за счет, ну, такой вот левоухой логики всего вот этого безобразия. Да, вот это число достаточно близкое к нулю, видите, оно на 10 в минус 39 степень. И Мантисы такая, что у него вот этот вот, вот она вот отсюда начинается, да, то есть даже вот этот нолик успел сюда приехать, соответственно, денормализованный вид означает, что умножить на 0.0, вот. Значит, нормализованный денормализованный вид. Там есть, у этой идеи, есть одно важное, один важный недостаток, который стоит в том, что если у нас число лежит на границе нормализованных и денормализованных, то либо в том, либо в другом представлении оно может очень сильно потерять в точности. Заранее сложно эту точность предсказать. Про то, что числа вообще, будучи представлены в таком виде, теряют в точности, мы с вами хорошо знаем еще из курса питона. Я говорил, что я на всех своих курсах показываю этот пример, да? Вот я и сейчас его покажу. Вот он. Вот, и это двойное представление. Это представление с двойной точностью, не с единорной. Значит, вот. Вообще, с точки зрения математиков, а не инженеров, стандартс очень такой неоднозначный, полон всяких странных случайностей и так далее. А, да, кстати, он существует и для 64-х и даже 128-ми разрядных представлений. Вот, соответственно, ну там будет 11 на порядок, 52 на мантису, или 15 на порядок, 112 на мантису, соответственно, бит. Ну, тут есть ссылки на соответствующие стандарты. Вот. Еще раз напоминаю, 24 бита на мантису, это настолько мало, что, например, 10 миллиардов, 10 миллиардов. Число такое, небольшое. С точностью плюс-минус полтысячи. Хранится в такой ячейке. В таком формате. В 32-х разряде. Есть, я нашел в сети статью, которая называется, вот, некоторого товарища, некоторого Ешкардина Владимира, про то, там очень-очень подробно описано, как все это устроено, очень-очень подробно описаны ситуации с потерей точности. Вот. Ну, и прям вот, видите, все прям вот по-инженерному досконально написано. Вот. Надо сказать, автор не любит этот стандарт представления данных, потому что он местами приводит как раз к таким вот выборкам, которые мы с вами видели. Вот. Вот в разделе 9 где-то там должно быть... Давайте найдем раздел 9. О! Опасная редукция, неправильное приведение. И пошло-поехало. Вот. На чем это он пишет-то вообще? Навижу убыски. Окей, навижу убыски. Вот. Люди настолько, в общем, считают, что, значит, это стандарт плохой, что даже есть некоторое сообщество, было некоторое сообщество, которое практически в полном серьезе утверждало, что... Вот видите, слово сатана тут появляется. Что это число сатаны 666 и записано в стандарте ИЕ-754 или что-то в этом духе. Вот. Ну, потому что реально у математиков очень сильно подгорает от того, как это устроено. С точки зрения этих людей можно было все устроить гораздо удобнее. Это правда. Да, значит, сокращение тут замечает вскользь. А представьте, как любят вот этот стандарт железячники совсем, когда это все надо в железе изваять, со всеми этими денормализованными, нормализованными приведениями типов, вот всей вот этой ерундой. Это правда. Это правда. На самом деле у стандарта ИЕ-754 есть несколько интересных штук, тоже чисто инженерных, но внезапно достаточно полезных в именно компьютерном плане. Штука номер 0 состоит в том, что число, которое состоит из всех нулей, просто ячейка заполненная нулями. Это одновременно и целочисленная 0, и 0 в формате ИЕ-754. Почему? Потому что нулевая мантиса и очень-очень-очень-очень низкий порядок. Это 0 умножить на 2 в минус 127 степени. 0. Давайте. По всем статьям 0, очень удобно. Во-первых. Во-вторых, есть специальные договоренности про понятие плюс-минус бесконечности. Это когда у нас мантиса максимальная, а порядок 0. Вы можете пользоваться вашим, когда вы будете реализовывать аппарат на вычисление, ситуация, когда у вас получается нечто актуально бесконечное, то есть больше, чем можно поместить. Можете гнировать вот такую штуку, она по стандарту считается плюс-минус бесконечности. Еще больше интереса вызывает ситуация, когда у вас некое число, которое вообще ничему не соответствует. Это число, у которого, значит, вот здесь вот не нули, да, а здесь максимальный, максимальный, максимальный возможный мантис. Вот. И это число, более чем максимально возможный мантис, да, все единицы. И это число называется none, not a number, и используется в тех случаях, когда вам нужно в результате вычисления сказать, здесь не получается вещественного числа вообще, корень из минус единицы, что-нибудь такое. Вот. Более того, опять же, стандарт предусматривает два вида нота-намбера. Один нота-намбер – это такой результат вычислений, в нем вот это место, вот этот бит, равен нулю. Ну, вы повычисляли, повычисляли, получилось что-то, вы вывели на экран, а оно none. А второй вариант, когда здесь единичка, он называется сигнальный. Это, в этом случае, результат вычислений должен закончиться с исключением. Не получится вот такая ячейка, если какая-то арифметическая операция видит такой сигнальный нан, она должна броситься с ключей. Аппаратный, например, вот в риск-файве так делается. Такие дела. А, да, а еще бывает плюс 0 и минус 0. Вот здесь может стоять минус, и получится минус 0. Это неравные числа, неравные. И это довольно удобно, например, при вычислении каких-нибудь пределов, вот этого всего. Вот. По модулю они равны, разумеется. Ну вот. Теперь, значит, относительно понятия сопроцессор, с которым мы, собственно, начали. Вот, глядя на все это барахло, закрадывается мысль, что наш центральный процессор не просто во все это не умеет, вот в том виде, в котором мы его пока что знаем. И не хочет. Все операции над вот этими странными представлениями наших непонятных дробных, как бы, вещественных чисел, они ничего общего не имеют с операциями, просто сложение, просто умножение и так далее. Да? Вот. Математика другая. Совершенно очевидно, что попытка... Ну, мы не можем умудриться вычислить одну, да даже сложение двух произвольно записанных чисел в этом формате за один такт. Ну, нет, не можем. Да? Это довольно тяжелая операция, тяжелая арифметика. Короче говоря, все напрашивается, все, значит, все свидетельствует о том, что надо будет другой процессор делать, который бы складывал вот такие хрени, вычитал, там, умножал, даже корень, может быть, сам брал, потому что алгоритмы есть. Или там сим. Более того, в очень редких случаях, в реальных вычислениях, надо одновременно работать и с целыми, и с вещественными числами, особенно в одном, так сказать, в одной формуле. Обычно, если у вас есть вещественные числа, то целые числа — это всякие индексы, нумераторы, вот это все. Вот. Ну вот. Вот вам и, значит, это. И вывод. Скорее всего, нам понадобится отдельный процессор, который не будет выполнять никаких функций центрального процессора, ни управляющих, ни работа с памятью. Работа с памятью не умеет FPU. Работа с памятью делает центральный процессор. А он умеет только вот эти вот FPU-операции, флотинг-поинт-операции выполнять. Кстати сказать, маленькая шпаргалка в RARSE. Есть такая штука, называется флотинг-поинт-репрезентейшн, и с ней очень удобно играть, чтобы взять и, например, написать, какое число чему соответствует. Вот давайте, вот, как видите, ноль — это ноль, а вот один будет довольно забавно выглядеть. Ну, понятно, плюс 127, значит, здесь все нули, почему нормализованные представления, та единичка осталась вот здесь незаписанной. Вот это вам единичка. Так выглядит единица. Давайте попробуем два. Я вангую, что здесь будет то же самое, только вот здесь вот будет на одну единичку меньше. А, я соврал, она сдвинулась в другую сторону, конечно. На одну единичку больше, плюс один, да? Три. А вот три, поскольку в двоичном представлении это один-один, вот эта вторая единичка, вот она в Монтисе появилась. Ну, в общем, понятно. Можно даже вот что-нибудь такое сделать. О, а это нан. Почему? Потому что максимально возможна экспонента, она запрещена, 126 максимум. А здесь не ноль, значит, это нан. А это будет плюс бесконечность. Точно. А это будет минус бесконечность. О. Вот такие дела. Ну, в общем, с этим можно играть. Это такой удобный инструмент по превращению одно в другое, потому что в уме, я вас уверяю, делать будет очень сложно. Ну, попробуйте в уме представить, как это вообще... Нет. Как это вообще может выглядеть. Я тоже не могу. Хотя нет, оценить, наверное, экспоненту могу. Потому что 4, да? 4 это примерно вот... А зачем его коннекту программы, скажите мне? А, его можно... Смотрите. В этот инструмент можно присобачить к работающей программе в RARSE и просматривать содержимое регистров. Вот. В процессе, как они там, значит, что-то делают. Удобно. И это что касаемо RARSE. Так. Расширение... О, я прав. Оно называется F. Оно описывает все 3 возможных формата. 4 возможных формата. F описывает формат. Floating point. D double. Q quadruple. А еще есть... Короче, 16-битные числа. Это вот как раз те самые, примерно, которые мы тут смотрели с вами. Вот такие вот. Да? Недалеко идущие. Когда нам точность не нужна, числа очень маленькие. Чисто формально, они все равно, значит, floating point. Вот. Я забыл сказать, но вы, наверное, успели уже посмотреть, что в процессоре, разумеется, свои другие регистры. Совсем другие. Ну, потому что их по-другому... К ним провода по-другому тянуть, в конце концов. Вот. Если в архитектуре поддерживается D и Q расширение, то в этих регистрах они становятся большими, но в них специальным образом заполняется... Есть такой даже специальный термин на анбоксинг. В старшей части регистра заполняются таким образом, чтобы нельзя было этот регистр прочитать как число более большей точности. Но это просто такое... Такое... Такой харденинг со стороны риск-файбовцев, чтобы, значит... Если мы хотим пользоваться только флотинг-поинтом, ну, в смысле, одинарной точностью, то когда мы смотрим в большой регистр двойной точности, например, у него в старшей с половиной лежит какой-то такой мусор, который говорит, что не-не-не-не, нельзя это читать как регистр двойной точности. Вот. На анбоксинг. Вот. Сколько это регистры, на них существует соглашение о вызове. Примерно такое же, как для обычных регистров. Это будут такие подпрограммы, параметры которым вы передаете в вещественные, да? Ну, как обычно. Значит, есть временный регистр. Вот. F0, F7. Они в мнимонике могут называться Ft0, Ft7. Кстати, я не уверен, что Rars в это умеет. Сейчас узнаем. Rars, скажи мне, умеешь ли ты в это? Флотинг-поинт. Умеет. Вот. Видите? Он их умеет называть Ft, Fs, Fa. Ну, в общем, вот. Да? Логика такая же. У нас есть временные регистры, есть сохраняемые регистры, есть регистры, на которых мы передаем параметры под программу и получаем возвращаемые значения. Вот. Ну, да. И они, в общем, немножко перемешаны. Так пошла эволюция. Я не знаю, зачем они так перемешаны. Мне кажется... Нет, я правда не знаю. Я имею в виду по номерам. Ну что, теперь давайте немножко разберемся, как, собственно, устроен этот сопроцессор. Вот. Кажется, здесь немножко... Немножко плеоназма, потому что FPU это и есть floating-point unit, он и есть сопроцессор. Ну, да ладно. Надо написать FPS процессора. Как уже сказано, регистры типа F это не те же регистры типа X, это совсем другие. Вот. Количество их такое же, просто потому, чтобы в инструкцию можно было запихать эти номера, и они занимали бы столько же места в адресе. Ну, там сколько их? 32 штуки, значит, 5 бит. Процессор центральный, ничего не знает об этом формате. То есть, когда мы... Помните, мы говорили о том, что FPU ничего не знает про оперативную память, он вообще в нее не умеет, он умеет только со своими регистрами жевать. Соответственно, кто заполняет регистры типа F из памяти? Центральный процессор, у него просто вводится специальная команда, которая так и будет называться story word to data, и он будет заполнять регистр FPU каким-то значением. Каким значением? А никто процессор не знает, он просто берет машинное слово и говорит, вот эти 32 бита положи туда, или эти 64 бита положи туда. Вот. Когда процессор занимается передачей вещественных чисел из памяти в регистр сопроцессора, он сам ничегошенько не понимает в том, что он передает. Там какой-то для него просто набор битов лежит. Вот. В ассамблере точность арифметических команд сопроцессора указывается специальным суффиксом. S это сингл, D это дабл, Q это квадруппл, H это халв. Вот S и D у нас в фрагсе поддерживаются. Вот. И выглядит это примерно так. Ну, давайте даже это закопипастим, хотя тут все, в общем, вполне очевидно. Но мы же хотим поработать немножко, да? Не только же бла-бла. Вот. Значит, что у нас есть? У нас есть число такое-то целое, вещественное число такое-то, число 2, которое мы будем использовать для того, чтобы делить на него, чтобы, ну, мы же полусумму вычисляем. Вот. Мы его запасли тоже. Давайте это скомпилируем. Надо с чем сохранить. Вот. Давайте это скомпилируем. Давайте посмотрим, во что он раскладывается. Ну, в общем, тут совершенно все очевидно. Сначала мы загружаем в регистр T0 адрес. То есть, первая команда вообще не имеет отношения к floating point. Это загрузка в регистр T0 адреса, а у PC. А потом загружаем значение. Адрес. Значение. Видите, тут со смещением пришлось, потому что смещение же от PC, от программ-каунтера, соответственно. Вот. Адрес, значение. А потом начинаем делить. Вот инструкции FPU. Они, это инструкции, как видите, атомарные. Прямо одной командой мы делим, добавляем F2 к F1 и записываем в F3. Вот. Про один сейчас расскажу. И одной же атомарной инструкции мы делим F3 на F2 и записываем в F10. Вот. Значит, что-то мне кажется, я не прав. Да. Сейчас. Мы что на что делим? А-а-а. Да. Короче, где destination, регистр destination? Он последний, на самом деле. Это здесь у нас первый. Мы поделили F3 на F2, записали в F2. Поделили F2 на F1, записали в F3. А в инструкции там наоборот же последовательность другая. Да? А, нет, все такая же. Нет, нет, я соврал. Извините. Соврал. F3 на F2, записали в F10 в F1. Все правильно. Простите. Ну вот. Ну и, соответственно, E-call, E-call, который нам предоставляет RARS, по выводу вещественного числа, это просто E-call с номером 2. Вот, собственно, и все. При этом, как обычно, в F, да, как обычно, в нулевом регистре, на этот раз, в плавающем, должен наряжать результат, который мы, который этот E-call выводит. Вот. Ну, в остальном, мы эти соглашения уже видели, в основном, все то же самое. Ну, что, давайте попробуем. Вот, значит, мы загрузили в T0 адрес, вот мы загрузили по этому адресу, ой, еще раз, секунду. Вот мы загрузили в E0 адрес, вот мы сейчас загрузим по этого адресу значение, это значение загрузилось, давайте посмотрим, в каком он регистре лежит. F0. F. А, вот он, вот оно. Тут мы видим некоторую, некоторую муть, потому что, а где, надо сказать, почему он мне показывает какой-то шестеричный дамп? Ну, ладно, пускай показывает. На самом деле это наше число, вот это вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Зачем он так делает? Чтобы я запустил тул, сделал вот так, что ли? Ну, окей. Видимо, автор этого всего безобразия решил, что мы хотим поупражняться таким образом, попереводить одно в другое. Ну, спасибо, дорогой. Почему, почему нельзя было флотинг-поинт здесь вот в флотинг-поинте показывать? Я не знаю. Я не вижу здесь кнопочки показать его в виде флотинг-поинта. Ну, ладно. Так, так, так. Ну, вот. Ну, и, собственно, все. Дальше загрузили второй, вот, поделили, перетащили в X11, все. Проблем нет. Мне кажется. Так, идем дальше. Что за регистр ту ноль общего назначения? Мы только что посмотрели. Да, это то место, куда адрес загружается. Вот. Тут стоит заметить, что в стандарт входят четырехместные команды, типа R4. Так называемое умносложение. Ну, это я так назвал. Умносложение. Это сложение и затем умножение одновременно. Для того, чтобы можно было вычислять вот такие вот многочлены очень коротко. Предполагается, что ФПУ устроен таким образом, что это быстро вычисляется за, конечно же, не за один такт, но условно за один раз. При этом третий сорс куда-то запихивается вместо смещения или вместо чего. А, это же R. В общем, вместо номера функций он записывается. Третий сорс. Видите, сорс один, сорс два, сорс три. Здесь у нас была работа с регистрами непосредственно с памятью. Вот, загрузите с памяти float, load, word, в регистр общего назначения что-то. А можно работать с регистрами в регистр floating point. А можно работать с регистром общего назначения. Соответственно, там нужно два суффлекса указать. во-первых, что вы используете и куда вы это конвертируете. вот double в word или word в double или что-нибудь такое. Зачем это нужно? Ну, мало ли, для чего вам придется временно похоронить вещественное число в регистре общего назначения. Вы можете это вообще делать не это самое, не преобразуя. просто в fmvv написать fmv single это одинарной точности прямо в регистр. И там будет лежать вот эта чушь, которую без rars floating point tool даже не странслируешь ни во что. Потому что это в целочисленном регистре общего назначения лежат вот эти битики, которые раньше лежали во floating point регистре. Но, может, это тем не менее можно сделать. гораздо интереснее, да, кстати сказать, этим занимается кто? Центральный процессор. Потому что FPU ничего не знает про регистр общего назначения. А вот преобразовывать преобразовывать из вещественного формата в целый обратно естественно умеет только FPU. Поэтому у нас нету атомарной команды преобразовать вещественное число из регистр типа F и засунуть это в целое и засунуть это целое в регистр типа X. Такой атомарной команды нет. Потому что преобразовывать умеет только FPU, а FPU ничего в регистр X не умеет засовывать. Поэтому нам придется сначала сконвертировать, а потом положить. Вот что здесь написано. X-1 в квадрате. А зачем ему конвертировать? А, за тем, что я загружаю его из регистров. Давайте мы это тоже скопипастим и внимательно посмотрим на эту программу. Она простая. Так, это уже будет 15-е по счету. Сохраним. 15-й. Вот. Значит, в чем идея? У нас есть число X, которое мы хотим в минус 1 в квадрате. А вот единица и двойка, ну, по нашей, по моей прихоти, мы не будем хранить в вещественном виде, а будем загружать прямо в виде лот и миди, в виде целого числа. теперь его нужно преобразовать в ну вот. Соответственно, мы сначала загружаем двоечку в регистр Т2, потом говорим сконвертировать из ворда ворд целого числа целого числа 32-битного в формат двойной точности D положить в регистр Т2. в рарсе кажется так использовано, что вот, почему Т, почему Д, ну, ладно, давайте попробуем. Да? Ну, давайте прямо скомпилируем. Это ли наша замечательная, которая прям сработала, как ад. Помните, да, что лот, лот, это псевдоинструкция, на самом деле просто добавляет к нулю. Вот. Сейчас у нас в регистре оп, вот это число 2, мы его узнаем, да, помните число 2 с этой мантисой. Вот. Дальше загружаем, что там у нас? Это было число 1, вот. Дальше. А вот это что? А, FLD, лот дабл. Загружаем, загружаем число типа, типа дабл в регистр. Где тут? LD. Регистр Т0. Вот. Загрузили число дабл в регистр Т0. Ну и давайте. Да, ой, там уже, там уже мы вышли единичку, здесь мы вышли единичку из этого числа. Вот здесь мы сейчас еще добавим, ой, че? А, все. А где? Погодите. Спросите, я туплю, что я вычисляю? А почему я не вижу умножения? А, господи, умносложение, да? Что-то, извините, мне наконец настигло, мне стало плохо после сегодняшнего дня. Давайте посмотрим. Да, вот здесь у нас умносложение, только умного читания. Вот оно. нмсуб умножить на 2 плюс 1 вот. Или здесь наоборот, сначала умножение, потом сложение. Ну ладно, да. А, х квадрат, все, я понял, действительно. Ну вот. Сейчас, так это просто вычитание? Или нет? Это умное вычитание, да? Тут 4 регистра. А здесь умносложение, тут тоже 4 регистра. Да, все так. Ну вот. М, ад, муль, мульт и ад одновременно. Вот. Как видите, значит, вот этот пример на самом деле был написан ради того, чтобы показать, что вот это умносложение это довольно эффективная штука. Вот мы двумя операциями взяли и вычислили. То есть, мы загружали, 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 а потом двумя операциями вычислили весь многочлен. И вывели его. Окей. Давайте посмотрим на это. Ну, в общем, уже все. Вот. Вот вам, пожалуйста. Вот. Да, теперь дым. Вот этот дым это дополнительный параметр, который вписывается туда внутрь в раздел, в раздел функций, в инструкцию, которая рассказывает, какая стратегия округления используется. Потому что в этой альфметике вещественной есть еще договоренность о том, как округлять. Иногда округлять надо в сторону нуля, иногда округлять надо в сторону ближайшего целого, иногда в сторону бесконечности, иногда в сторону... Короче, сам черт ногу сломит, и поскольку это все равно так или иначе время от времени требуется, а сымитировать это, если в это не умеет процессор, нельзя, то, как правило, все вот эти подробности тоже обслуживаются процессором. То есть он умеет округлять, работать и с такой стратегией округления, и с такой стратегией округления, и с пятой, и с десятой. Да, еще одна мелкая подробность, не будем уже для этого раз запускать, сколько у нас там времени, нифига у нас времени. Значит, мелкая подробность стоит в том, что командачка fmv fmv move переместите с одной регистром в другой. Это тоже псевдоинструкция, и очень трудно заранее догадаться, какая. Это псевдоинструкция расширения знака. В чем идея? В старых реализациях, скажем, в МИПСе, вообще не было инструкции поменять вот этой ячейке знак на такой-то. И приходилось крутить некоторую математику, сравнительно несложную, но все-таки такую нетривиальную, чтобы это делать. Особенно, если шла речь не о алгебрической формуле, которая простая, а об этом о реализации с помощью инструкции флотинг-поид-процессора. Поэтому в рискфайве прямо есть специальная инструкция, которая называется такая, взнять знак из одного одной ячейки, а МАНТИСу и порядок из другой. Мы это можем сделать очень легко, потому что они там хранятся просто один в один. Просто взяли, поменяли. Ну так вот, получается, что МВ выглядит так. Мы взяли МАНТИСу из одной ячейки, порядок из другой, такой же, из нее же, и положили в третью. Вот вам и МВ. Классическая иллюстрация, как работает понятие псевдоинструкции. Человеку, конечно, удобнее на ассемблере писать так, а железяке удобнее выполнять ту инструкцию, которая в ней уже есть. Такие дела. Идем дальше. Понятное дело, что если мы работаем с арифметикой, нам придется еще и сравнивать, сравнивать вещественные числа. И для этого есть инструкции сравнения. Они выглядят, единственное их, так сказать, единственное их отличие, что-то я тут не вижу инструкции сравнения в примеры. А, вот тут должно быть. Вот. Инструкции сравнения на этот раз уже не атомарные. Вот. Выглядят они так. Давайте мы где-то найдем инструкцию формирования. Лодворд. Сейчас, секунду, я промотал, промотал, промотал. Вот. F дальше, Eq, LT, E, больше, равно, равно, меньше или меньше, или меньше, либо равно. Все остальные, понятно, псевдоинструкции, которые получаются из этих замены, замены регистров, порядок регистров. И точка, точка точность. Вот. Три регистра. Причем первый из них регистр общего назначения типа X. Мы сравниваем регистр F1, регистр F2 и результат записываем регистр типа X. Вот. Кстати, как это соотносится с моим утверждением, что FPU не работает с регистром типа X, я не знаю. Давайте посмотрим, может это псевдоинструкция, или я соврал одну из двух. Сейчас посмотрим. Как-то мне в голову не пришло. Так. F EQ точка D регистр типа X Допустим. Не знаю. T0. T0 тут был. T1. FT2. FT1. Пробуем. Ну что ж. Такое ощущение, что я вас обманул. По крайней мере, сейчас я вижу, что эта инструкция не является псевдо. И это значит, что, как минимум, как минимум, записывать какие-то промежуточные значения в регистр общего назначения умеет прямо флотикпоинтс и процессор. Жалко, что мне это не пришло в голову, когда я готовился к лекции, тогда бы я не стал не стал настаивать. Ну окей, может так может. Обратите внимание на то, что у нас нету атомарных инструкций проверить и прыгнуть. У нас операция перехода, в случае, если мы работаем с... То, что мы проверяем, является флотинг-поинт, операция перехода не атомарная. Но мы про это еще посмотрим. Вот. Просто ради прикола скажу, есть еще инструкция классификации, которая как раз смотрит на ячейку и говорит, ваш f1 это минус бесконечность 0, плюс 0, минус 0, отрицательное, отрицительное. Любое слово отрицительное писать вместо слова отрицательное. Надо тоже поправить. Положительное, плюс бесконечность. Короче говоря, в результате этой инструкции в x1 записывается некая классификация, чуть мы видим в ячейке f1. Вот. Так. Значит, тут важный момент, который состоит в том, что для того, чтобы... Помните, почему в рискфайве нету атомарных инструкций, не атомарных инструкций перехода? То есть вот инструкция сравнения, а потом инструкция перехода. Почему их нет в рискфайве? Или, по крайней мере, так они не используются. Потому что, как только у нас сравнение и переход не атомарные, у нас должен появиться некоторый регистр специального назначения, не общего назначения, в котором лежит промежуточный результат этого сравнения. И либо это прямо тупо регистр, вот как мы это делали здесь, какой-то, как мы делали это здесь, t1, но тогда у нас будет потрачен целый регистр просто на хранение результатов значений. либо это должен быть такой специальный регистр флагов, то есть нечто отдельное в памяти, значит, в среде регистров нашего процессора, в котором на автомате откладываются результаты предыдущих операций, проделанные нашим процессором. Так это сделано в большинстве процессоров, например, в x86 так сделан, есть регистр флагов, вот, и так далее. поскольку это все, в общем, замедляет работу, в арифметике и вообще при работе с регистром общего назначения регистр флагов не используется. Поскольку мы считаем, что все-таки FPU работает дольше или, по крайней мере, для его реализации нужны какие-то другие железки, в общем, мы смиряемся с тем, что для того, чтобы работать с результатами, как-то оценивать результаты работы FPU, можно использовать какой-то регистр флагов. Что касается регистра флагов, то на самом деле в архитектуре RISC-5 есть целый отдельный раздел, большой, который описывает, как устроены эти регистры. Это называется блок CSR, Control Status Register. Их довольно большое количество. Как правило, CSR управляют именно состоянием процессора, то есть в каком режиме он находится, что там еще. Да разные. Не буду сейчас пытаться вспоминать. В общем, их много. Запись в эти CSR приводит к тому, что сам процессор начинает работать по-другому, например, сменяет режим или еще что-то. Чтение из этих CSR приводит к тому, что мы видим, в каком состоянии находится процессор и так далее. Под это дело выделяется просто специальное, некоторое, отдельное 4 килобайта чего-то, то есть некоторая волшебная память не память, к которой можно обращаться просто по 12-битному некоторому адресу. Это не оперативная память, это именно просто 15 битов такой индексации. Получается 4 тысячи, 4 килобайта регистров, не 32 штуки, а вот там 2048, нет, 1024 32-битных регистров. И они могут использоваться по разным назначениям. Вот эта спецификация, там дальше написано, какие из них чего означают. Мы еще к регистрам CSR вернемся, когда будем говорить про как раз управляющие, про управление процессором. Но сейчас мы говорим не про управление процессором, а про действие с CPU. А, да, прежде чем мы еще про это говорим, значит, поскольку это регистры, управляющие поведением процессора, очень важно, чтобы операции работы с ними были атомарными. Я еще раз про это скажу, когда мы до этого дойдем. Но вот мы прямо сейчас это говорим. То есть нет операции записать что-нибудь туда. Нет операции сначала прочесть, проанализировать, а потом записать. Есть операции прочесть и записать одновременно. Атомарное. То есть мы читаем текущее значение регистра ЦССР и одновременно с этим записываем туда новое. Вот. Ах, да, тут сокращение напоминает, что вообще-то 12 битов это все-таки 4096 регистров, но поскольку там 4 разных блока для разных уровней привилегий привилегий, в риск-файбит, я по-моему уже, а, нет, это не вам говорил, там 4 разных уровня привилегий, аппаратный, супервизор, гипервизор, супервизор, он же ядро и юзерспейс, да, то получается по 1000, по 1024 регистра на каждой из уровней привилегий. Ну вот, операция атомарная. Вот, получается, что мы можем записывать в эти регистры очень маленькие значения типа и, потому что потому что там номер все имидит, занимается CSR, а что мы можем записывать туда непосредственно в инструкции, не перекладывая в регистр, там остается 5 бит на функцию, ну, неважно. А еще у нас есть всякие специальные инструкции типа CSRS и CSRC включение бита такого-то в регистре, выключение бита такого-то в регистре. Почему не сделано так, что мы сначала читаем значение, накладываем битовую маску, записываем обратно, а все по тому же, операция должна быть атомарная. А тут у нас аж три операции. Прочли, наложили маску, попытались записать, к этому обремену и состояние процессора может уже измениться. И мы начнем писать туда то, что не актуально. Вот. Поэтому операция изменения всегда атомарная и совмещена с операциями чтения. Set и clear задать в ноль, задать в единицу соответствующий бит. Вот. А еще операции set и clear в идеале не должны менять все остальные биты. Это очень удобно, чтобы нам не записать ноль в то время, когда вместо него вот тут прямо появился единицу. Ну вот. Вот это все вступление на самом деле было забеганием вперед, а для нас важен именно регистр, который называется FCSR, флотинг-поинт-контрол-статус-регистр, который, собственно, содержит те самые волшебные штоки, о которых мы мечтали, когда планируем вычисление в ФПУ, а именно указание того самого rounding mode это состояние, собственно, ФПУ, по какой стратегии он округляет. И результаты работы арифметических операций, то бишь F-flags. Какие бывают F-flags? Потери точности. Получилось анфинит маленькое, underflow, слишком маленькое число, меньшее, чем минимально возможное. overflow, максимально возможное число. Произошло деление на ноль, выполнена недопустимая операция. Вот. Типы округления. Ну, вот их там всякие. И, в частности, дынь, который мы видели с вами. Дынь. Где он тут был? А, он был в декоде. Его в инструкции не было, он был в декоде. Ща. Дынь. Вот. И это означает, что использовать тот же самый, тот же самый тип округления, который был. У вас. Понятное дело, что в ассемблере, в ассемблерной операции такие дыньки не пишутся, потому что, ну, используя то же самое. Но в инструкциях он обязан присутствовать. Вот. Для того, чтобы работать непосредственно с ЦСРами, управляющими контрол статус регистра именно флотинг-поинт, даже есть специальная псевдоинструкция F-R-Ц-С-Р и F-S-Ц-С-Р сет и вид. Которая туда, оттуда считывает что-нибудь или туда что-нибудь записывает. Например, этот самый способ округления. Вот. Более того, есть даже отдельные адреса ЦСР. Отдельные адреса ЦСР в RARSE они выглядят вот так. Сейчас покажу. Вот есть F-Flags, F-R-M и F-Ц-С-Р и это три отдельных адреса, которые на самом деле соответствуют одному и тому же регистру. Но в случае, когда вы входите в F-Flags, вы работаете только с битами, которые соответствуют флагам, а когда вы входите в F-R-M, вы работаете только с с битами, которые соответствуют точности. Кажется так. Да. Вот. Три битой точности и пять битов флагов. Почему? Потому что, опять-таки, нужна атомарность. Ни в коем случае не надо сначала считывать все, делить на кусочки, вытаскивать оттуда этот кусочек. Даже есть некоторые обоснования, которые я, честно сказать, до конца не понял. Но вот ребятам была очень важна атомарность, поэтому они аж три разных ЦСР завели, которые на самом деле ходят к одному и тому же регистру, просто являются отдельными их полями. Два из них являются отдельными полями. Вот. Ну и, соответственно, инструкция F-R-M, F-R-M, естественно, для того же, чтобы туда писать или читать именно эти поля и больше никак. Ну что, давайте мы попробуем написать, что у нас тут. А, ничего, тут просто всякие примеры. Ну давайте эти примеры тогда просто скопипастим и посмотрим на них. Нет, давайте сначала посмотрим на код. Я думаю, что сначала лучше его почитать, а потом уже обсудить его. Что у нас есть? Есть число numb, мы его загружаем, мы его... Вот это вот что такое? Думаю, что это ошибка, что это описка. Если я сейчас пытаюсь все это скомпилировать, меня выругают. Вот так это должно быть. Вот. Надо, наверное, это поправить все-таки. Код, мяу, мяу, код, покажись. Вот он. Так, что я делаю? А, у меня есть подпрограмма, которая называется outn, которая выводит некое число. Вещественное, передаваемое ему нет, соврал. Целое число. Целое число, передаваемое ему в регистре А0. И вот мы сначала конвертируем его просто, по умолчанию. Потом мы его конвертируем с R2Z ближайшей к нулю, в сторону ближайшей к нулю. Потом мы берем и загружаем в Флотинг-ЦСР такой способ Rm округления номер 2. Это будет ближайший к минус бесконечности. Пробуем сконвертировать и вывести. И посмотрим, что получится. Все три варианта. Обычный, с явным указанием ближайший к нулю и путем изменения регистра ФЦСР, управляющего регистра, чтобы по умолчанию все конверсии были в сторону минус бесконечности. Должны, по идее, три разных результата получить. Давайте посмотрим. Загрузили. Ну, давайте сразу посмотрим. 8, 7, 7. Так, а почему 8, 7, 7? А почему не минус бесконечность? А, ну, все правильно. Все правильно. Ближайший к нулю 7, ближайший к минус бесконечности тоже 7. Положительное число. Отрицательный будет, соответственно, ну-ка пробуем. Вот. 8, минус 8, минус 7, 8. Все правильно. Вот. Вот три разных способа округления двумя разными способами заданные. Один способ путем явного указания вот этого. А здесь было дынь, естественно. Давайте просмотрим, что там был дынь. Мне нравится слово дынь. Дынь. Вот здесь ротезы, а здесь дынь. Кстати, как это расшифровывается? Донт что? Непонятно. Я не понимаю, как расшифровать dyn, как ничего не делать. Не менять, что что было. Значит, условные операторы. Условные операторы используют какие-то конструкции, которые записывают в результате результат сравнения да, fcmp или fclassify. И после этого происходит условный переход по содержимому регистра x, где должны лежать либо ноль, либо не ноль. Вот и все. Или мы можем сравнить даже x с какой-то константой и перейти по равенству, если это классификация. Вот. То есть операция не атомарная, мы сначала выполняем инструкцию fcmp, получаем результат в x0, дальше переходим. Вот. То же самое с условным переходом, если нам нужно что-то сделать с статусом. Мы поймали статус, ну, допустим, в fcsr, мы поймали статус в fflax, мы поймали статус сверхмалое число, мы получаем с помощью frcsr или frflux, получаем эти плаги в регистр, битвой маской оттуда выковыриваем, что у нас, какой именно флаг мы хотим проверить, например, сверхмалое число uf, если он ему равен, значит, мы переходим, вот, результат, результат должен быть ноль, либо не ноль. То есть условные операторы, это не атомарная операция, причем в случае, если мы работаем со флагами, то там еще надо его выделить, это конкретный флаг, потому что там несколько штук прежде. Вот. Мне, значит, в личной переписке вот ответ на вопрос, почему нет инструкции прочесть флаг такой-то, сокращенец уже отвечал на этот вопрос, может быть, он еще раз напишет это в наш чатик, сюда, не в личный, а в этот самый ютубный, вот, если напишет, я буду ему благодарен, а пока двинемся дальше. Да, нет инструкции прочесть конкретный флаг номер такой-то. Есть инструкция прочесть все флаги такой-то группы. динамик, раундинг-монте, сокращенец ответил на предыдущий вопрос, дынь, это просто динамик, который был, типа, динамик, динамически определяется по предыдущему значению. Ну, спасибо. Странная мнемоника, ну, ладно. Ну, что у нас тут? Это пример проверки неравенства треугольника, да, у нас есть некоторая функция, которая должна определять, у нас есть три функции, функция input, которая вводит, вводит, между прочим, целые стороны треугольника, да, целые, не целые, не целые, потому что, извините, 4 это print, а 7 это ввод. Значит, сокращение считает, что все, все очень просто, что это крайне редкая операция прочесть один флаг. Это правда. Как правило, мы читаем все флаги, а потом смотрим, что произошло, накладывая последовательно различные битовые маски. Мало ли что у нас там было увеличение, в смысле, превышение значения, уменьшение значения нота номера. Мы заранее же не знаем, что мы ожидаем. Мы знаем, что что-то произошло, что там не ноль. Мы читаем весь блок вот этих флагов, видим, что там ноль, понимаем, что не произошло ничего, или видим, что там не ноль, понимаем, что какая-то исключительная ситуация на ФПУ произошла, а дальше разбираемся, прикладывая битву и маску. Звучит очень логично. Ну что? Неравенство треугольника. Неравенство треугольника будет вызывать седьмой системный вызов, это ввод вещественного числа, вот, а потом его проверять вот таким вот образом. Давайте это прямо скопипастим опять-таки, посмотрим, как работает. Какой уже 17-й? 17-й. Вот, значит, обратите внимание на то, что вот с этой стороны, со стороны вызывающей программы, как обычно, все выглядит очень-очень-очень лаконично. Дернули input, дернули input, дернули input, это у нас три разных стороны. Дальше заполнили FA1 и FA2, FA0 уже лежит в результате вызова этой подпрограммы. Дернули чек, вот, чек возвращает в А0, поскольку это уже не floating point, а 0 либо единица, true или false, и дальше, если true, то пишем true, если false, то пишем false. Все. Ну, давайте посмотрим, как это работает, хотя, в общем, я думаю, все уже примерно очевидно. Вот мы зашли в инструкцию input, вот мы сейчас выведем подсказку. boots. Вот мы сейчас дернем ввод, 1.23, это первая сторона треугольника. Вернули, 1.23 приехала в FA0, сейчас оно переложится в FS1, в сохраняемый регистр. Мы помним, что если мы хотим, чтобы регистр пережил вызов под программу, он должен быть сохраняемый, то есть типа FS, в случае floating point. Вот мы его переложили в FS2, теперь он там будет лежать. Вот. Это число, это на самом деле 1.23, давайте в последний раз проверим это. FS2 я сказал. FS2. Да? Ой, нет. А почему? А, оно double. Оно double. А где тут кнопочка double? Тут нет кнопочки double. Какая печаль. Ну ладно. Иначе не сможем это проверить. Всем спасибо. А почему оно вообще double? Да не знаю. Ну double. Ну double. Хорошо, double так double. Вот. Едем дальше. Снова сходили в input. Вот. Сейчас вывели строчку. Сейчас будем вводить. Видите, курсор заморгал. Сколько? 1.56. Вот. Снова input. 1.98. Вот. Сейчас мы дернем другую. Да. Вот мы разложили все три числа. А как вообще сделать, чтобы здесь было... Я-то не понимаю. Я же хочу, чтобы тут было... Почему не floating point регистр показывается вот так? Тут какая-то... Какая-то... Ну ладно. Непонятно, почему floating point регистр показывается не floating point. Я уже спрашивал. Никто не знает ответ на этот дурацкий вопрос. Короче, сейчас мы дернем наш чек. Наш чек работает точно так же, как и раньше. Да. Мы просто берем, складываем. И если меньше, записываем в Т0, в Т1 и в Т2. А потом мы просто конъюнктим Т1 и Т0 и Т2 и получаем результат. Если все значения были единичными, значит результат единичка. А если все значения... Как-то одно из них нулевое, значит результат ноль. Да? Ну, фактически, это прямо неравенство треугольника, прямо проверенное. Сложили, проверили, что меньше. Сложили, проверили, что меньше. Сложили, проверили, что меньше. Сделали это. Вот. Так и сделаем. Бутс. Сложили, сложили. Вернули. выявили что это треугольник это треугольник вот собственно все дела вот тут совсем ничего вот еще один пример который мы наверное просто с копипастин чтобы не тупить что в этом примере интересного в этом примере интересного что мы обращаемся к фр флагом если точность при вычислении была потеряна потому что фпу умеет распознавать ситуацию когда у него потерялись циферки вот давайте это просто с копипастин а сами попробуем попробуем просто подобрать такие значения при которых при которых это потери точности происходит вас сейчас о чем вычисляет а плюс b делить на c другой спи поделить на 3 все вся точность уедет к чертям понятное дело ну вот давайте проверим это значит в чем идея да значит и действует в том что вот здесь вот после того как мы вычислим какое-то значение каждый раз когда мы вычисляем какое-то значение мы проверяем не не появился ли плаг в фр флаге который означает потерю точности именно этот вот видите вот мы получили вот отсюда проверили получили снова и каждый раз когда эта точность происходила мы значит запоминаем результат в соответствующем регистре здесь в ты 0 здесь в тайге вот если хотя бы один раз у нас потери точности происходило то есть либо ты либо в ты 0 либо в т1 после вот этой конъюнкции осталось единичка то мы будем выводить что что результат операции не точно а если все было хорошо мы будем вводить что он точно вот ну прям не будем отлаживаться прямо так значит что там 234 ну понятно 234 однозначно поскольку деление на 4 это очень хорошее деление да а вот сейчас поделим на 3 получим конечно что это и все не точно 567 вот на 7 конечно же тоже понятно дело что делить можно только двоичные числа только на 2 без потери точности а на 4 на 8 еще можно делить так ну вот собственно вот наш код отыскал в какой-то из этих операций потерю точности я думаю что в делении разумеется но честно теоретически мы можем очень большие такие большие числа загнать что у нас будет потери точности просто при сложении вас а нет там будет оверфлоу там не будет потери точно будет а нет сначала будет потери точности нам десятичные знаки убегут а потом будет оверфлоу вот кстати можно попробовать это сделать ну-ка ну-ка мне интересно поставим к мы вот здесь вот breakpoint после сложения и давайте попробуем на нет не здесь вот здесь давайте попробуем прямо тут ввести какое страшное число которое точно не должно поместиться опс я ошибся еще раз вот а блин деление на попытка номер 3 2 ну-ка вот смотрите да значит деление на 2 со всей очевидностью не дало не должно было бы нам дать потерю точности кажется но вот сложение уже успела это сделать мы можем даже проверить что это именно сложение делала а то может я вас обманул давайте все таки это сделаем вот здесь вот от вот здесь вот проверим что должен получаться ноль один да вот прямо после сложения я накликал там проект point а или нет breakpoint я тебя накликал или что скомпилировать еще раз а она наконец зависла брошу стала худо он иногда он так делает к сожалению так открываем какой там был восемнадцатый так время заканчивать а время время заканчивается как раз чуть-чуть осталось очень хорошо извините я хочу просто убедиться в том что я прав и никого не обманул вот для этого мне нужно накликать вот сюда вот верфлакс после от да вот сюда вот накликать breakpoint запустить ввести достаточно длинное число здесь один ну-ка в ты 0 приехал единичка все да вот это оно и есть все потери точности уже на у на этапе сложения произошло потому что ввел слишком много чиселок и там все битки забились когда мы сложили там наверняка что-то вывелось это очень часто происходит если еще чаще всего это происходит когда порядке чисел несоизмеримы понятное дело потому что помните 10 миллиардов миллиард плюс-минус 10 100000 а там десятой доли значит понятно ну вот собственно мы подходим к концу вот мы подходим к концу концу мы подходим сразу давайте вспомним что сравнивать вещественные числа на равно это позорная практика но потому что мало какими округлением мы пользовались чтобы сравнить один корень из двух с другим корнем из двух не так вот тут есть пример вычисления квадратного корня мне кажется можно посмотреть просто глазками а наш процессор умеет это делать он просто умеет вычислять квадратный корень давайте мы это посмотрим не глазками а пальчиками значит идея состоит в том что мы вводим целое число с помощью арифметического процессора вычисляем квадратный корень потом в округлеем и выводим его как целое число если мне не изменяет память изменяет мы выводим как вещественное число ну давайте это сделаем тут довольно забавно с округлениями со всеми делами давайте на это посмотрим так это у нас будет 19 пример вот еще будет 20 на этом мы сегодня закончим ну тут собственно ничего такого за счет мы что вводим 1 целый чем мы будем целое число ну скажем 9 до и квадратный корень из 9 внезапно 3.0 давайте это отладим посмотрим как это по инструкциям работает да вот мы вызвали ну скажем 25 теперь мы должны сконвертировать 25 из word в сингл вещественное число одинарной точности сконвертировали вот она можно даже подглядеть чем оно равно поскольку она у нас single point то вот эта штука с ней справляется это какой регистр это был f-0 нет f-1 да вот 25 вот дальше если он меньше нуля а нет дальше мы что делаем дальше мы берем zero 0 и его поскольку мы помним что ноль не нужно конвертировать он и там 0 и сям 0 мы просто кладем в регистр f-0 и говорим сравни ко мне пожалуйста с f-0 чтобы если меньше сразу идем на говорим что мы корень не умеем брать такой из отрицательного числа но он не меньше вот так дальше что мы сделали сложили f-0 переместили f-0 в f-0 дернули и выдвали вызвали вычисление а зачем-то дефолт и непонятно зачем здесь было а вот вот понятно да случае если в случае если а 0 оказался если результат этого сравнения оказался не ноль мы говорим не 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 это было отрицательное число вот это lt оказалось отрицательным числом значит надо ну понятно не надо вычислять квадратного корня вот но нет дернули инструкцию арифметического процессор по вычислению квадратного корня он бац и вычислился давать причем он какой-то видите но это 5 на самом деле да вот ну и собственно вывезли вот пожалуйста 25 50 такие дела все последний пример который мы просто копипастим чтобы показать пример вот вот не просто прям я кажется вычисляется е как бесконечная сумма вот здесь уже давайте дайте с копипащи чтобы он запустился здесь уже мы имеем дело с таким довольно активным фронтом работ под названием планирование регистров планирование регистров упал парнил планирование вычислений в регистрах это какие регистры под какие кусочки нашей формулы нужно отрядить чтобы как можно меньше сохранять все в память и восстанавливать обратно чтобы все 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 можно было сделать на регистре но в данном случае кажется я ничего не храню в памяти вообще вы по крайней мере внутри цикла видите все исключительно флотинг-поинт регистрах делается вот и она у нас увеличится на единичку факториал вычисляется путем домножения на предыдущие ну и так далее вас так а это что а это подготовлю для того чтобы наши вычисления были эффективны и мы подготавливаем заранее всякие константы вот например мы вводим количество знаков а из количества знаков мы вычисляем точность вот тут по умолчанию вводится кажется количество знаков вас ног давайте попробуем вот это 2718 даже видите 2 совпало хотя мы три знака ввели но зато она быстро вычислилась это 2718 28 1 тоже быстро вычислилась но в принципе ряд очень быстро сходится я отчет туплю это надо заставить его да нет смотрите 27 18 28 28 28 45 90 45 не досчитали но видимо там же точность не такая как нужно это надо квадрапул точность иметь ну в общем вот такие дела вот как видите не так уж сложно вот 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 на самом деле весь все вычисление ряда с применением если вы заранее разложили заранее распланировали вычисления не так сложно это все переложить нас и процессор но да вместо привычных нам форму со скобочками это выглядит как вот такие последовательные инструкции вот и вот ну да тут я еще на самом деле немножко не математическую способ окончания это это этого цикла делаю я просто сравниваю с очередной радость с эпсилон потому что у нас ряд так устроен он строго положительный каждое новое слагаемое все меньше и меньше просто смотрю на это слагаем и говорю о она уже меньше эпсилон все больше не будет можно заканчивать это не совсем так как это обычно короче все домашнее задание появится завтра как обычно то есть они уже есть их уже можно делать виджан же они появятся завтра вот а домашние все задания на упражнение на эти самые на флотинг-поинт разумеется и даже вот с определением ошибки вычисления вы давайте задавайте вопросы если у вас они остались или уже так это было плотно и все сварились как обычно ну во первых это вообще вообще как это сказать пафос всех моих лекций по архитектуре чего бы то ни было 50 лет назад текущими тогдашними инструментами решили актуальную задачу задачу решили и с тех пор больше не меняли потому что количество наработанных наработанного легоси только увеличивается да вы знаете такой язык программирования фартран это самый первый самый первый в мире язык программирования не равный автокоду машин написано математикой очень странный язык хотя в чем-то удобно на нем до сих пор эксплуатируются библиотеки и программируют потому что на нем написано такое количество математического кода что от него избавиться невозможно 2 ну и в конце конца вот не бейте вот это во первых во вторых при всем при всем при всей претензии математиков к этому стандарту он достаточно удобный в нем есть все то что нужно для того чтобы делать для того чтобы делать технические вычисления вот все эти наны все эти плюс минус бесконечности плюс минус нули это все полезные штуки вот максимум что можно сделать это придумать стандарт которым ценой вот удаление из из вот этого представления понятия за счет нормализованности динамализованности и так далее ценой некоторые точности очень бы сильно упростилась реализации но сколько современных процессоров ключей миллиард несколько миллиардов никто не будет этим заниматься ради упрощения значит одного конкретного флотинг-поинта у нас сейчас этим самыми вычислениями с плавающей точности занимаются целые огромные процессоры которые занимаются видеокартами гпу этим занимается просто там не только плавающей точности на всякой точности он просчитывает дикое количество всего вот и последнее важное что на самом-то деле хотелось бы уметь другую иметь другие стандарты на вычисления с произвольной точностью условно говоря мы представляем число вот как в питончике в виде рационального и с этими рациональными числами работаем до тех пор пока у нас вообще хватает памяти хранить там числитель и знаменатель и это совсем другие стандарты они я думаю есть вот три разных ответа на этот вопрос тут тут сокращение спрашивает зачем же вы в пулу сделали собственные регистры ну слушайте мне кажется все таки вы сделали именно за тем что с ними аппаратно работать по-другому там всякие хитрости связанные с распространением знака которые были в гистах общего назначения они же не нужны я думаю что там просто вот вот чисто на уровне схемотехники это было удобнее сделать ну да ладно еще вопрос если есть то все уже сварились спасибо в следующий раз у нас вообще-то еще неизвестно что потому что в прошлом году кажется там была оффлайн лекция давайте посмотрим нет в нем не был в нем был youtube от был не 8 марта был 11 марта значит она не оффлайновой но кей значит единственное что последующей лекции последующей лекции не планировалось домашка я ее сделаю 20 я не знаю почему не сделал пошла все тогда значит до следующего раза в следующий раз мы все еще не пытаемся лезть глубже мы разговариваем про ассемблер про всякие макросы вот это вот все всю ерунду все спасибо а а а а